Всем доброго времени суток, с вами Тара-Ведьма, это мой канал. Сегодня мы на два варианта. У нас сегодня будет небольшое и недлинное гадание, экспресс-расклад, отпустил ли ваш мужчина вас. Девочки, можно загадать бывшего, можно с тем, с кем вы в ссоре, в каких-то непонятных ситуациях, вы не можете его отпустить мыслями, чувствами. А давайте посмотрим, отпустил ли он вас. Выберите, пожалуйста, карту, сигнификацию, первый вариант или второй, или дождитесь, когда я выложу карты. Напоминаю, что общие расклады не являются индивидуальными, из-за индивидуальными ко мне обычно пишут на WhatsApp, в Telegram и личные услуги платные. Я также делаю ритуалы, рунические ставы, делаю чистки, защиты, конечно же, делаю любовную магию и денежную магию. У меня все это хорошо, прекрасно работает. В Инстаграме огромное количество отзывов, Тарот, Ведьма. Переходите туда и читайте. Также, конечно, не рекомендую писать людям мне, которые не знают, что от меня хотят. В последнее время много пишут людей, которые сами не знают, будут они заказывать, не будут. Вот просьба таких не писать мне, потому что в работе я очень такая резкая дама и не люблю тратить время на тех, кто не знает, что он хочет. Первый и второй вариант. Поехали, давайте посмотрим. Это такое вступление, кто ко мне хотел написать, но, как говорится, не знает, что он хочет. Первый и второй вариант. Смог ли он вас отпустить? Я буду дополнять карты, если будет непонятно. Надеюсь, вы определились. Первый и второй вариант. Либо ставьте на паузу. И поехали с первого варианта. Отпустил ли ваш мужчина вас? Ну, тут мужчина действительно сделал ноги по восьмерке кубков. Здесь был уход, девочки. Возможно, какой-то такой неожиданный. Может быть, и по-английски. У кого-то собрал просто монатки и пошел в сторону выхода. Но у вас здесь карты показывают уже длительный период времени какая-то канитель под названием эмоциональные качели. Вот оно, колесо фортуны, крутится. И в октябре, кстати, здесь был уход. У кого-то в октябре. А у кого-то здесь еще и сулит возврат. Я бы не могла сказать, что прямо здесь карты говорят о конце отношений. Здесь мужчина склонен, знаете, оставлять после себя незакрытую дверь. Вот такой вот здесь мужчина. И при любых каких-то возможностях, конечно, здесь он может пропадать, уходить. Но тут такой мужчина нестабильный, эмоциональный. Это эмоционально нестабильный. Давайте посмотрим, отпустил ли он тебя. Первый вариант. Ну, что-то тут мне говорит по старшим арканам, что нет. Здесь мужчина ревнивый, собственник. У него до сих пор есть к тебе сексуальное влечение и интерес. Какие бы у вас отношения не были, длительные. У кого-то здесь могут быть длительные по умеренности. У кого-то могли бы даже гражданские отношения, могли жить вместе. Но, понимаешь, вот по этой гусыне и по карте силы у него осталось сексуальное влечение и чувство ревности, чувство собственности к тебе. Он даже на ментальном уровне, на эмоциональном уровне тебя не отпустил. Он может засыпать с этими мыслями и говорить, нет, ты все равно будешь моя, я тебя хочу. Но здесь мужчина не отпустил, девочки. Он просто сейчас пропал с радаров, потому что пошел разбираться все-таки, а что же дальше делать. Он пытается, возможно, тебя отпустить. Но вот эта луна, девочки, если кто-то магичил на него, например, да, делал какие-то привязки, привороты, его еще магия может держать. К вам. Если кто это не делал, то просто он сам по себе такой провалился вот в свои, знаете, страхи и иллюзии, навязчивые какие-то идеи, которые он сам себе надумал. У кого-то здесь мужчина на расстоянии, но он не отпустил. Он не отпустил, девочки. Он может проявиться и даже в октябре. Давайте еще совет от карт. Этот мужчина тебя не отпустил. Совет от карт. Ну, у него чувства к тебе есть. Рыцарь кубков, у кого-то мужчина здесь водной стихии, скорпион, рак, рыбы. А у кого-то, знаете, просто сам по себе любитель, конечно, знаете, долго обдумывать что-то, накручивать себя. Тебя мог накрутить своими вот этими выходками. Он просто сам не знает, что он хочет. Возможно, бежит от своих чувств, но у него есть и сексуальный интерес по карте силы у этого человека. И он влюблен. Когда человек влюблен, и у него есть сексуальный интерес, он как-то, даже если он пропадает и боится в этом признаться, девочки, он не отпустил тебя. Поэтому, скорее всего, здесь по первому варианту будет проявление. Здесь нет карт конца. Ты что, мужчину отпустил? Здесь именно про мужчину идет речь, ни одной женской карты. Он тебя не отпустил, первый вариант. Приходи на личный расклад, разберемся детальнее. Я тебя жду. Второй вариант. Отпустил ли тебя твой партнер? Ничего себе. Карта влюбленная, маг и иерофан. Здесь три старших аркана. Вот вы влипли, девочки, по второму варианту. Здесь у кого-то может проиграться ситуация любовного треугольника. У кого-то мужчина, девочки, не свободен в браке. И вы можете здесь встречаться с ним в рамках любовного треугольника, как любовница. У кого-то, наоборот, вы не свободны. Есть любовник на стороне. Мужчина хитрый. Мужчина творит, что хочет в этих отношениях. Манипулятор, девочки. Давайте посмотрим, отпустил ли он тебя, если у тебя с ним пауза, ссора, расставание. Тоже идет еще один старший аркан. Луны. Ну, у вас этот период вот этого забвения как раз-таки и падает на коридор затмений. Скоро у нас полнолуние, кстати. И здесь карта луны. Отпустил ли он тебя? Нет у него еще какие-то планы на тебя, кошечка. По второму варианту он тоже не отпустил. Женщину показывает королеву мечей. Либо близнецы весы водолей, либо сама по себе женщина. Вот с такой внешностью, как на картинке. Мужчина здесь очень часто о тебе думает в ночное время. И, конечно, пытается здесь, я бы сказала, где-то на тебя давить. Где-то тобой манипулировать. Даже где-то строит планы на тебя. Но еще раз повторяю, у вас здесь может быть ситуация любовного треугольника. Да, король и королева мечей здесь идет. И карта страсти, и дурака. Нет, здесь пауза. Здесь отпустил ли он тебя? Нет, он тебя держит на веревочке. Он тебя держит на паузе. Он тебя держит в подвешенной ситуации. У вас пауза в отношениях. Здесь будет какое-то проявление в ближайшее время. По карте дурака обновление идет. И по карте туза жезлов. Это карта страсти. Это карта проявления, когда мужчина просит еще один шанс. Но, девочки, у кого здесь какая-то вот такая тайная связь, и вы, например, даже не в курсе, я бы вам рекомендовала сделать любовный треугольник. Ну, потому что здесь явно есть третьи лица. Да, либо с вашей, либо с его стороны. И карты показывают. Мужчина здесь, знаете, как в любовном выборе находится. Но по старшим арканам у вас здесь прям такая... Санта-Барбара. Потому что и маг падает, и влюбленные падают, и иерофант, еще и луна, и дурак. Ну, тут как бы, да, ведет себя порой очень даже по этим картам, может, и неадекватно. Но, девочки, здесь тоже нужно проверить его на магию. Здесь тоже падает маг и луна. И по первому, и по второму варианту здесь есть карты, которые указывают на магическое воздействие. Либо вы там что-то на него наводили, либо жена на него что-то наводила. Но если ведет себя странно, это вам явная подсказка, что нужно его проверять на диагностике негатива по магии. У меня такие расклады есть, поэтому приходите. Давайте совет от карт. Совет от карт. Дьявол. Ну, еще и дьявол падает. Конечно, проверяйте. Не, он вас не отпустил. Куда? Куда денешься с тонущего корабля? Нет, девочки. Дьявол это может быть созависимость. Дьявол и сам по себе человек такой впал от вас в зависимости. Вас может держать на цепи. Но очень такой коварный человек по этим арканам, которые выпали в раскладе. Приходите, будет интересно вас посмотреть. Всем хорошего дня.